Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу» в этой студии. Начиная с этого воскресенья мы будем встречаться с первыми лицами нашего города, чтобы обсуждать самые актуальные, насущные вопросы и проблемы нашей любимой Рязани. Наш сегодняшний собеседник, глава администрации города Виталий Артемов. Виталий Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Совершилось, практически уже завершилось формирование нового состава администрации города. Произошли некоторые изменения. Чем они были вызваны и, скажем так, какая концепция вот этого обновления администрации Рязани? Евгений, в 2013 году Рязанская городская дума нам утвердила новую структуру администрации. При этом нет увеличения численности муниципальных служащих. Мы остались в том же штатном расписании. Предусмотрели формирование двух управлений, новых управлений в структуре. Первое управление – это управление по работе с населением. И второе – управление территориального планирования. Я считаю, что они необходимы. Настало время, чтобы такие новые подразделения в администрации города появились. Префектуру мы объединили в одно управление по работе с населением. Ну, вот сейчас об этом чуть подробнее и поговорим. Буквально на этой неделе были назначены начальники двух этих новых управлений. В частности, начальником управления по работе с населением на территориях стал Александр Кулаев. Собственно говоря, чем ему предстоит заняться, на чем, как бы, что ляжет в основу его работы в ближайшие дни и, скажем так, в какой-то долгосрочной перспективе? Евгений, мы формировали структуру, исходя из опыта нашей работы за последние три года, из опыта работы других городов, и сформировали управление по работе с населением. При этом туда вошли численный состав наших префектур. Мы считаем, что это управление должно заниматься следующим направлением. Это первое – поддержка инициатив граждан. В принципе, город можно разделить на две территории – это внешняя территория и внутренняя территория. Внешняя территория – это общегородские дороги, тротуары, скверы, парки наши городские. Этим занимается управление по благоустройству. То, что касается внутренней территории – это территории внутри дворовой территории, там, где есть неразграниченные земли. Которые на сегодняшний день ТСЖ и уже оформили себе в собственность, взаимодействие с управляющими компаниями. Вот этим должно заниматься наше новое управление по работе с населением. То есть, дворы. Грубо говоря, дворы. То есть, есть две части. Человек выходит со своего двора, садится на автобус, едет по городским улицам, а потом опять возвращается в свой двор, где он живет. То, что рядом, то, что близко. Да. И этими дворами, этими домами управляют управляющие компании. Вот это вот как раз и взаимодействие с населением, и контроль за работой управляющей компании. На сегодняшний день в Конституции предусмотрен жилищный контроль со стороны муниципалитета. И это управление будет заниматься и жилищным контролем со стороны муниципалитета. Регламенты, я думаю, в ближайшее время мы уже подготовим и будем уже работать по регламенту. Вообще хотелось добиться какой-то комплексности по управлению этой территорией. Мы где-то делаем капитальный ремонт жилых домов, где-то делаем благоустройство дворовой территории, это ремонт асфальта. И хотелось, чтобы вот это управление не только контролировало работу управляющей компании, выписывало протоколы, если они не в полном объеме выполняют свою работу, но и координировало действия нескольких управлений. То есть, если мы заходим на дом капитальный ремонт, то мы там же должны, наверное, сделать дворовую территорию, произвести ремонт асфальта. Если есть инициатива граждан поддержать ее по установке детской площадки, ну и потребовать от управляющей компании, чтобы она вместе с капитальным ремонтом дома сделала и косметический ремонт подъездов, ремонт скамеек и определила места для парковки автомобилей. Если у нас это добьется, то я считаю, что управление создано не зря. Ну, то есть, грубо говоря, какая-то системная работа, да? То есть, вот взяли территорию, не просто сделали там какой-то там, ну, ремонт дворового покрытия, скажем, про ремонт подъездов забыли, а сделали все комплексно, постепенно, постепенно, шаг за шагом накрывая таким образом весь город. Да, вот эту идеологию мы как раз закладывали в создании этого управления. Ну и, конечно же, поддержка инициатив граждан по управлению своей территорией, которая находится у них, ну, прилегающей к их дому и которую ими уже зарегистрировали. Ну, начальник этого управления Александр Кулаев на этой неделе встретился с активистами ТОСов и ТСЖ, и вот на этой встрече он как бы сказал, что намерен, по сути, дойти до каждого активиста, встретиться с каждым активистом. У нас много людей в Рязани достаточно активных, такая вот сверхзадача себе человек поставил. Я хотел бы еще дополнить, что в управление по работе с населением вошел наш отдел по взаимодействию с ТОСами и Советами территории. Именно поддержка инициатив граждан, я считаю, что надо ставить на первую позицию работы этого управления. И статус этого отдела мы, конечно, решили поднять, начальника отдела сделали замначальника управления. Очень многое по управлению своими жилыми домами зависит, конечно, от тех жителей, которые в этих домах проживают. У нас есть, и мы в том году, в 2013 году проводили конкурс между ТОСами и показывали сюжеты. Есть, конечно, дома, за которые радуешься. Теперь о другом вновь созданном управлении. Это управление пространственного развития, транспортной инфраструктурой. Его возглавие тоже буквально на этой неделе. Елены Фирсова. Какой круг задачи ей предстоит решать? Евгений, мы живем по генеральному плану города Рязани, который у нас утвержден. И основная задача, которая будет ставиться этому управлению, это реализация генерального плана города Рязани. Я считаю, что у нас очень хороший генеральный план, очень многое там предусмотрено. И, конечно же, стратегия и добиться, чтобы этот генеральный план исполнялся, в первую очередь, вот это будет именно задачей этого управления. Чтобы тоже была комплексная системная работа, чтобы, проектируя какой-то там квартал, новый микрорайон, мы не забывали про дороги. Мы определяли не транспортную нагрузку, мы предварительно моделировали транспортную нагрузку, а такая возможность у администрации есть. Проект планировки должен идти в первую очередь, он должен быть утвержден, он должен пройти публичный, слушный граждан, и утвержденный принят. И уж после этого необходимо приступать к проектированию и к выдаче разрешений. Это задача, которую мы себе поставили на 2014 год, и именно приступать к строительству жилых домов только после того, когда проект планировки прошел общественное слушание и утвержден в нормативном документе. В том числе мы видим то, что у нас есть проблемы в основном в центре города с загрузкой наших дорог автомобилями. Это моделирование каких-то новых сообщений, которые там вначале менее затратны, а потом уж, конечно, более затратны. Это выполнение генерального плана по продолжению Славянского проспекта и соединения его с Куйбышком шоссе. И я думаю, мы в этом году уже начнем проектирование его. Это реализация тех проектов, которые у нас на сегодняшний день уже есть, и включение их в программу. То же самое связано будет с территориальным планированием города Лизани, с оформлением фасадов наших зданий, которые находятся в городе. Мы в конце 2013 года приняли концепцию по наружной рекламе, и, конечно же, реализация концепции по наружной рекламе будет тоже на этом управлении. Строительство велодорожек, строительство пешеходных дорожек. Ну, конечно, не просто огульных где-то, а после изучения общественного мнения граждан. Здесь будет очень важно иметь обратную связь с сайтом граждан, которая у нас была установлена при изучении мнений по Центральному парку культуродыха. По крайней мере, мы знаем мнение горожан, что необходимо делать. Мы уже сейчас ведем работу по проектированию. Я думаю, в ближайшей вашей передаче опять сможем обсудить, что у нас получилось перед тем, как приступать к реализации. Реализация программы реконструкции парка культуры отдыха. На сегодняшний день есть заключенный договор с проектной организацией, которая изучила даже мнения граждан. Мы выдали уже техническое задание. Надеемся, что в март месяц у нас нам выдадут предварительно проектное решение, и мы его вынесем на суд общественности. И, конечно же, обязательно покажем в правительстве Рязанской области, потому что это очень важное и знаковое место для города Рязани. И после этого будем объявлять аукцион на выполнение первого этапа. Как мы и говорили, и как говорил Олег Иванович, мы должны произвести реконструкцию Центрального парка культурного отдыха в три этапа. Иванович, за те 10 минут, которые мы общаемся в этой студии, вы несколько раз упомянули про изучение мнения граждан, про советы от граждан, про позицию граждан. Насколько я понимаю, интерактивность, изучение мнения общественности и прислушивание к мнению общественности – это одна из основных новелл новой концепции работы администрации города? Ну, это обязательно, потому что не граждане должны быть для власти, а власть должна быть для граждан. У нас в городе проживает 529 тысяч, и, конечно же, есть мнение всех, но мнение большинства мы должны услышать. И люди сами определяют, что на территории должно делаться, как должно делаться, и какой комфорт они хотели бы здесь, в городе, осуществить. Что же, благодарю вас, глава администрации Рязани Виталий Артемов был гостем программы «Лицом к городу». На следующей неделе мы продолжим и уже, что называется, будем изучать конкретные направления, конкретные проекты работы городских властей в наступившем 2014 году. Будет интересно, следите за нашей программой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова